Украинская милиция снова готовится противостоять беспорядкам. Запрещенный в России правый сектор на завтра анонсирует протесты. Через интернет людей призывают к акциям неповиновения. Тем временем в Киеве думают, что делать с бывшими солдатами Майдана. Те, кого, что называется, не для глядя, набирали для наведения своих порядков, уже не поддаются контролю. Сегодня под Киевом задержали одного из самых жестоких карателей из батальона Торнадо, который, как считают, похищал и пытал людей. Юлия Ольховская с подробностями. Подробностей задержания боевика с позывным Маджахет практически нет. Его настоящее имя Даниил Лишук. Он гражданин Белоруссии и скрывался от следствия два месяца. Задержали его накануне в одном из гостиничных комплексов недалеко от Киева. В сообщении, распространенном военной прокуратурой, говорится, что Лишук похищал жителей Луганской области. Участвовал в групповых изнасилованиях и пытках. Более того, задержанный, как утверждают прокуроры, еще и сторонник запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Согласно удостоверению, работника милиции сменил славянское имя на Аль-Тагбир Дениар Александрович. Представитель батальона милиции специального назначения «Торнадо». Он задержан, доставляется для проведения следственных действий. Наряду с Лишуком обвинения в издевательствах над заложниками предъявлены еще восьми участникам спецбатальона МВД «Торнадо». В июне он был расформирован. Однако боевики перекочевали из Луганской области на базу под Киевом. И, по данным местных журналистов, продолжают там находиться и сейчас. Мы хотели спросить по поводу «Торнадо». Вы здесь? А вы говорили, что вас расформировали? Мы бачили, что-то. В 2014-м в милицейскую роту «Торнадо» брали даже тех, у кого за плечами несколько судимостей. Помимо них, в зону так называемой АТО желающих ехать было немного. Сейчас, впрочем, ситуация не лучше. Солдаты постоянно жалуются на плохое снабжение. В сюжетах о буднях украинской армии военнослужащие приглашают руководство страны в гости. Посмотреть, как питаются и в каких условиях живут защитники Родины. Сало есть, он вонючий. Сейчас пережарю сало с луком, кину туда, и будет какой-то супчик. Потому что тушенку невозможно кушать. Там она уже не то, что воняет, она сильно воняет. Бензином вообще катастрофа. А соляр наполовину у нас БМП стоит, который наполовину всего лишь заправлен. Ну, а если надо ехать в боевые действия? Я даже стесняюсь ответить. Командир, все командирую, все вопросы. Недовольство украинскими руководителями продолжает зреть и в рядах боевиков-националистов. На завтра запрещенный в России правый сектор анонсировал акции протеста в Киеве и Одессе. Присоединяться призывают все политические движения. Радикалы, чьими руками был организован Майдан, приведший к власти и нынешнего президента и правительства, теперь их же призывают свергать. Антиукраинская сволочь проводит системную реставрацию дореволюционных порядков и провоцирует украинский народ на еще одно восстание. Призываю всех граждан Украины, бойцов и активистов национально-освободительного движения «Правый сектор» приготовиться к активным акциям гражданского неповиновения, основной целью которых будет ликвидация режима внутренней оккупации и обретение национальной государственности украинского народа. Поводом для организации митингов стал арест руководителя Одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко и лидера местного автомайдана Евгения Резвушкина. Одного обвиняют в применении физического насилия и похищении местного депутата, другого в хулиганстве и нанесении телесных повреждений сотруднику прокуратуры. Накануне суд арестовал обоих, а ночью у здания собрался стихийный митинг. Протестующие кричали, били по забору тазами и крышками из-под кастрюли. Впрочем, массовыми протестами лидер «Правого сектора» Ярош уже угрожал после бойни в Мукачеве. Однако тогда все закончилось тем, что с десяток радикалов подежурили несколько дней в палатке перед администрацией украинского президента и разошлись. А после визита в Закарпатье американского посла Пайта скандал между властью и радикалами, что называется, спустили на тормозах. Но, как выясняется, ненадолго.